Это чудо техники под названием гироскутер. Сотрудники магазина сказали честно, что служит он только для развлечения. Использовать его как серьезное средство передвижения не стоит, асфальт в городе не позволит, а аккумулятор держится 20 километров. Гироскутеры, кстати, различаются между собой. Есть как профессиональные модели, которые защищены от возгорания и влаги, а также взаимодействуют с мобильными приложениями, так и обычные, на которых можно ездить только по асфальту или по пересеченной местности. Есть и детские модели. В комплекте с ними идут шлем, наколенники и налокотники. Впрочем, Александр советует использовать все это и взрослым. Причина очень простая. Максимальная скорость у детских до 10 километров в час, у взрослых вплоть до 15. Гироскутер один из самых травмоопасных видов транспорта, даже больше, чем велосипед, чем самокат. Вот только разогнаться на таком в Рязани не так уж и просто, не позволит дорожное покрытие. Основной вопрос в том, как научиться на нем ездить. И не тяжело ли это? Работает он на двух моторах и аккумуляторе. Встаем и он нам помогает балансировать. Чтобы научиться на нем кататься, потребуется всего 15 минут. Александр рассказал, что лучше всего получается это у детей и подростков. Людям постарше потребуется до получаса. Поэтому такое средство передвижения и пользуется в большинстве своем популярностью именно у подростков. Они уже наловчились на нем кататься, да и делают трюки куда лучше, чем на других средствах передвижения. Конечно же, это опасно. Вот только передвижение на этом виде транспорта никак не регламентировано. В основном все на совесть у родителей. Детей, которые катаются на гироскутерах, в городе увидишь нечасто. К тому же, сейчас действуют несколько пунктов проката. Чаще всего расположены они в торговых центрах. И катание превращается в развлечение. Проходит оно всегда под пристальным наблюдением профессионалов. Неизвестно, будет ли принято новое предложение депутатов о регистрации электротранспорта и изменении пунктов ПДД. В настоящее время этот вид транспорта не более чем развлечение. И катаются на нем обычно в присутствии профессионалов, друзей или родных. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.